Время подошло начинать. Наталья нам расскажет про ТВ-Зоопарк. Добрый день, коллеги. Меня зовут Наталья. И сегодня я вам расскажу о том, как мы в ВОКО тестируем наше приложение для телевизоров Smart TV. Я работаю в ВОКО уже около двух лет. Всего в тестировании я больше семи лет. Занимаюсь я в основном ручным тестированием. Закончила я в ВУЗ в Москве и жила я до этого в Москве. И когда я нашла работу, я уехала в Петербург. В свободное время я смотрю кино. Да, я занимаюсь этим не только на работе. Также играю в видеоигры и вышиваю крестиком. Целью моего доклада является приоткрыть завесу тайны, что же такое тестирование приложений для Smart TV. Информации об этом тестировании в русском язычном интернете довольно-таки мало. Намного больше в англоязычном, но все равно недостаточно для того, чтобы целиком понять, что же такое тестирование приложений для Smart TV. Также я расскажу об особенностях тестирования приложений для Smart TV. Расскажу о нашем пути, который мы прошли, почему мы его выбрали, и почему он именно такой, и каким образом мы пришли в наш ТВ-зоопарк. Для начала давайте разберемся, что же такое Smart TV. Если немного порассуждать, то можно прийти к выводу, что слово Smart TV появилось по аналогии со словом смартфон. Умные телефоны, умные телевизоры. По сути, к вашему обычному ящику добавляется интернет, и вы получаете возможность смотреть страницы в браузере, открывать различные приложения. Первое устройство, которое подходит под определение Smart TV, появилось в 1997 году. Выпущено оно было компанией Microsoft. Распространялось оно только на территории Америки. Сама коробка стоила порядка 200 долларов. Выглядело оно примерно вот так, и без клавиатуры здесь не обошлось. Но широкого распространения такая система не получила. Возможно, из-за ее высокой стоимости, а может быть по той причине, что доступные на тот момент технологии не давали реализовать систему в полной мере. Чем же отличается Smart TV от обычных телевизоров? Давайте рассмотрим чуть поподробнее. У Smart TV есть операционная система. Операционные системы для Smart TV разрабатываются именно для телевизоров, но они очень похожи по своей реализации на операционную систему мобильных устройств. И некоторые операционные системы, например, операционная система от компании LG, которая называется Vibos, она была разработана на основе мобильной операционной системы, разработанной компанией Palm. Следующим отличием является доступ к интернету. То есть, подключив интернет к обычному телевизору, точнее, не совсем обычному, а к телевизору Smart TV, вы получаете возможность смотреть страницы в браузере, что-либо скачивать, может быть, смотреть даже видео. Подключив интернет, мы получаем возможность скачивать приложения из магазинов приложений. И таким образом телевизор уже становится даже больше похож, наверное, на планшет. В магазинах приложений существует огромное количество различных приложений. От каких-то новостных приложений, просмотра погоды. Некоторые телевизоры даже выпускались с встроенной видеокамерой, и можно было использовать для видеозвонков в Скайпе. Современные Smart TV стали выглядеть намного лучше. То есть, это уже был простой телевизор, без добавления каких-либо коробок. И очень много было предустановленных приложений. Теперь выясним, что же такое Smart TV, чем оно отличается. Давайте поговорим об особенностях тестирования самого приложения для Smart TV. Но прежде чем говорить об особенностях приложений Smart TV, я бы хотела пару слов сказать о том, чем занимается наше приложение. Мы разрабатываем онлайн кинотеатр. То есть, это приложение по доставке контента. Смотреть контент в локом можно легально и без рекламы. Работаем мы на таких платформах, как Smart TV, игровые консоли PlayStation 4 и Xbox, смартфоны и планшеты на iOS и Android, Apple TV, Android TV и Web. Само приложение написано на HTML с использованием JavaScript и CSS. И, учитывая, чем занимаемся мы и для чего было сделано наше приложение, мы выделяем следующий набор отличий и особенностей, которые отличают приложения для телевизоров от приложений на обычных смартфонах или от страниц в браузере. В первую очередь, это характеристики устройств. Здесь поговорим не только о том, чем внешне отличаются телевизоры от мобильников, но и о том, чем отличаются внутри. Операционные системы, способ управления приложением и ввода информации, доставка приложения на ТВ. Здесь речь пойдет еще и об установке приложения на телевизор. Отслеживание трафика. Самое первое отличие, самое очевидное, это размеры. Все-таки размеры телевизоров существенно отличаются от размеров мобильных устройств, планшетов и даже мониторов компьютеров. Но, говоря о размерах, нельзя не упомянуть, что также очень сильно отличаются и сами дисплеи, и состав дисплеев. У старых телевизоров, например, ваш интерфейс может отображаться немного иначе, чем на более новых и более ярких телевизорах. Следующим отличием является операционная система. Здесь представлены самые крупные производители телевизоров, с которыми мы сотрудничаем. Почти все операционные системы для Smart TV разрабатываются на основе операционной системы Linux. И они во многом очень похожи. Говоря об операционных системах Smart TV, нужно еще сказать, что также есть набор телевизоров, у которых внутри не просто Smart TV, но еще и Android TV. Дело в том, что приложения под Android TV очень похожи на приложения для мобильных андроидов. В нашей компании разработкой андроидного приложения занимается команда, которая занимается мобильным андроидом. Это будет, наверное, не камень в огород андроида, но дело в том, что с андроидом немного проще. Проще тестировать, проще получить логи. Это связано с тем, что для андроидных телевизоров и, в принципе, для андроида существуют специальные системы разработки, инструменты разработки и тестирования. Например, Android Studio. В случае с неандроидными операционными системами для Smart TV единого инструмента, который хорошо бы работал со всеми операционными системами, просто нет. Также еще стоит упомянуть о том, что для самих производителей телевизоров не очень выгодно выпускать телевизоры с андроидом. Здесь ответ очень простой. Google попросит за каждое устройство, на которое будет установлена операционная система Android, от 30 до 40 долларов. И это намного дороже, чем System OnoChip, то есть система на кристалле. Следующим довольно сильным отличием компьютеров и мобильных устройств от управления на Smart TV является способ управления и ввода информации. Если в случае с компьютерами мы обычно пользуемся руками, точнее клавиатурой и мышкой, а если говорить о смартфоне и планшете, то это обычно палец, то есть управление жестами, то при управлении приложением на телевизоре мы обычно будем пользоваться тоже пальцем, но нажимать мы будем на кнопки пульта. Так выглядят обычные пульты, которые чаще всего мы, наверное, получаем вместе с телевизорами. Целая куча различных кнопок, иногда даже не всегда понятно, зачем они нужны. Если говорить о PlayStation 4 и Xbox, то здесь мы будем пользоваться контроллером. В последнее время телевизоры стали оснащаться более красивыми и, видимо, с дизайнерской точки зрения пультами, например, вот такими. У них уже отсутствуют цифры. Казалось бы, управление с помощью таких пультов должно быть намного проще, потому что мы же просто переходим между различными элементами в интерфейсе. Но беда в том, что если вам нужно, например, ввести номер телефона в интерфейсе, либо хотя бы вбить айпишник, это становится достаточно проблематично. Также, например, у Samsung и у LG есть наборы пультов, в которых встроен акселерометр. Здесь можно пользоваться при управлении приложением курсором. Это довольно удобно. Я знаю, что многие пользователи пользуются именно таким способом управления. Но с точки зрения разработки и тестирования накладывает определенные неудобства. Потому что если мы устанавливаем фокус по элементам, то в случае, когда мы вводим курсором, не всегда можно понять, в каком месте сейчас нужно поставить фокус. И это бывает достаточно… создает достаточно много проблем. Например, потерю фокуса. Раз уж я заговорила о способах управления, нельзя не упомянуть о способе управления голосом. Несколько лет назад многие компании пытались представить собственные разработки для голосового управления. Но все они очень сильно различались. И разработка под такой способ управления была довольно трудоемкой. И к тому же стоит сказать, что управление выглядело… Точнее, человек, управляющий телевизором с помощью того варианта голосового управления, мог выглядеть довольно глупо. Потому что управление выглядело примерно так. Вверх, вверх, влево, вправо, вниз. Сейчас начинается новый виток голосового управления. Например, на последней конференции Google.io Google сообщил о том, что в многие телевизоры будет встраиваться Google Assistant. То есть вы можете просто сказать телевизору, а найди мне какой-нибудь фильм, и он вам выдаст фильм. Выдаст фильм либо в каком-то приложении, либо предложит набор приложений, в которых вы сможете что-то найти. Может быть, вы попросите его найти какие-то новости или рассказать о погоде. Возможно, через пару лет мы будем получать не только телевизор с Google Assistant. Может быть, Олекса заговорит по-русски. А может быть, и Алису получим в телевизоре. Следующим довольно ярким отличием от мобильных устройств является доставка приложения на телевизор. Казалось бы, возьми флешку, воткни флешку в телек, запусти приложение. Но беда в том, что нельзя просто так взять и запустить приложение с флешки на телевизоре. Та самая флешка, воткнутая в телек, не обязательно даст вам то приложение, которое вы в результате получите у пользователя. Потому что экосистема телевизора, она очень закрытая. И вмешиваться в нее без каких-либо последствий, без компрометирования этой системы, очень тяжело. Поэтому на телевизорах существует такая вещь, как режим разработчика. В случае с телевизорами LG необходимо будет скачать приложение из магазина приложений LG. Например, для Samsung нужно будет ввести определенный набор цифр в разделе приложений. И тогда вы сможете свое приложение ставить уже на телевизор, на конкретный телевизор, на один. Так как наше ТВ-приложение работает и на приставке PlayStation 4, мы не разрабатываем нативное приложение для этой консоли. Но для того, чтобы установить приложение для тестирования на консоль, необходимо иметь консоль версии TestKit, у которой существуют специальные настройки для разработки. Мы, например, пользуемся настройками среды. Итак, мы добрались до режима разработчика. Телевизор готов принять наше приложение. Что же теперь делать? Раньше в нашей компании установка приложений производилась с помощью CLAI. Нужно было просить разработчиков, чтобы они собрали сборку, взяли эту сборку и разместили ее на телевизоре. Это было очень долго. Нужно было просить разработчика, он отрывался от работы. В общем, это было очень неудобно. И сейчас мы пришли к связке Jenkins, Jira Bitbucket. И в нашей компании тестировщики сами собирают для себя сборки, сами их ставят. И больше к этому разработчиков мы не привлекаем. Ну, единственное, только они задачи нам пишут. Еще довольно болезненным отличием является отслеживание трафика. В случае с мобильными устройствами вы можете просто вбить прокси-сервер. В случае с приложением или страницей в браузере вы можете открыть инструменты разработчика. Телевизор вам таких возможностей не предоставляет. В нашем офисе есть всего, по-моему, три телевизора, которые дадут вбить настройки прокси без какого-либо ущерба. А инструменты разработчика на телевизоре, в браузере телевизора использовать невозможно. Что же теперь со всем этим делать? Мы пошли по собственному пути. Путь был долгий, путь был трудный. Когда пару лет назад я пришла в OCO, у нас было всего восемь устройств для тестирования. В общем, они входили в обязательный acceptance при выпуске новой версии. Это было несколько телевизоров LG, Samsung, Philips, Panasonic и приставка PlayStation 4 тестовой версии. За два года парк устройств вырос в несколько раз. Сейчас это 42 устройства, если прямо сейчас никто в офис телек новый не привез, а такое очень часто бывает, из которых 36 входят в обязательный acceptance при выпуске новой версии. С этим зоопарком нужно каким-то образом уживаться. Раньше телевизоры стояли на столах у разработчиков, у тестировщиков. И, честно говоря, сидеть рядом с телевизором такое себе. Он светит, он греет. Нужно где-то найти шнурки для того, чтобы все это подсоединить. В общем, это был ад. И спустя какое-то время мы разработали систему стоек, которую стали использовать. И теперь наш офис выглядит примерно вот так. Но мы покупаем не только новые телевизоры, которые вышли буквально в прошлом году или даже в этом году. Мы также в начале года приобрели несколько телевизоров 2011, 2012 и 2013 годов. Это очень старые телевизоры. И, в принципе, иногда мы даже задаемся вопросом, не бросить ли их и зачем мы вообще поддерживаем там приложение. Ответ очень прост. Пользователи. Люди, покупая телевизор, не думают, что через полгодика я его выброшу и куплю более новый. Или просто поменяю на другой. Они гораздо более склонны к тому, чтобы поменять старый смартфон, старый, то есть iPhone полугодичной давности, на более новый. Но не поменять телевизор. Это очень большая покупка. По крайней мере, в России считается. Есть также еще одна причина, почему мы держим старые телевизоры. Я рассказала о том, как установить свое приложение на телевизор, то есть для того, чтобы его просто съесть и протестировать. Но чтобы ваше приложение попало к пользователю, нужно, чтобы оно попало в магазин приложения. А для этого необходимо проходить сертификацию. Крупные производители, Samsung и LG, они обязательно заставляют нас проходить сертификацию. И только после этого приложение попадает в магазин и попадает уже к пользователям. Также на нашем пути есть такой шаг, или даже это шагом сложно назвать, это очень объемная работа, бумажная работа, в которую входят такие вещи, как чек-листы с указанием особенностей вендоров. Бумажная работа — это потому, что все это обязательно записывается. Это хранится на сервере. Где, например, мы храним это все в конфлюенсе, либо в каком-то, например, Google Doc'е, или у себя на компьютерах, но с доступом, чтобы другие тестировщики тоже могли все это посмотреть. Чек-листы с указаниями именно особенностей помогают в момент быстрой проверки, потому что парк устройств огромный, удержать в памяти особенности каждого телека, каждого вендора. Ну, просто физически невозможно. Поэтому это все обязательно существует на бумаге, чтобы было перед глазами. Также мы держим юзкейсы и тесткейсы в связке. Тесткейсы у нас с подробными промежуточными результатами. Здесь все тоже довольно банально. Просто-напросто одинаковые сценарии не всегда дают одинаковые результаты на разных телевизорах. Это связано с нашим приложением и с нашим контентом. Дело в том, что не все обладатели прав разрешают выпустить тот или иной фильм на всех линейках телевизоров. И, например, когда мы проходим по тесткейсам и проверяем, например, работу поиска, то в одном случае мы можем найти аквамена в поиске, а в другом случае нет. Это не значит, что телевизор внезапно его потерял. Это значит, что правообладатели не разрешили, например, на Samsung выпускать этот контент на продажу. Еще обязательно стоит помнить о том, что если вы тестируете все это в одиночку, то в случае чего вас должны заменить. И заменить быстро. Я уже говорила, что наше приложение работает на большом количестве платформ. И в нашей команде каждой платформе занимаются отдельные тестировщики. Я занимаюсь телевизорами. Наталья, например, тестирует сервер. И если, допустим, до меня каким-то образом не смогут достучаться, дозвониться или что-то случится, то любой тестировщик в офисе может взять мои тесткейсы и прогнать какие-то сценарии или проверить какие-то ошибки. Также к бумажной работе я отношу приземленные пользовательские сценарии. До этого пункта я, можно сказать, дошла сама, потому что никто это не предлагал. Дело было вот в чем. В один момент я поняла, что, сидя в офисе и тыкая на кнопочки, я знаю, что мне нужно сделать, как мне нужно сделать, чтобы получить определенный результат. И мне это нужно сделать быстро. Теликов много. Когда я села вечером на диване перед телевизором и смотрела кино, у меня резко зазвонил телефон. А в это время шла батальная сцена. И нужно было очень срочно поставить приложение на паузу. И внезапно сделать это одним нажатием я не смогла. Этого в офисе я не замечала никогда. То есть первым нажатием поднимаются кнопки управления плеером, и вторым нажатием ставится пауза. Это оказалось дико неудобно. И теперь у нас эта вещь в разработке. И скоро можно будет плейбэк поставить на паузу только одним нажатием. Когда я говорила о том, что нужно проходить сертификацию, сертификация проходится относительно гайдлайнов. Это такие же гайдлайны, которые, например, создает Apple для того, чтобы принять приложение в свой стор. Но гайдлайны вендоров телевизоров немного отличаются. Они не такие полные, они не такие обширные. И достать их просто так невозможно. Нужно обязательно общаться с производителями. Гайдлайны обязательно нужно соблюдать для того, чтобы ваше приложение успешно прошло сертификацию. И бывают такие ситуации, когда нам отказываются в сертификации, и по причине, например, какая-то экранная клавиатура стала наезжать на текст. Ее можно закрыть. И раньше такого требования не было, чтобы эта клавиатура на текст не заезжала. Но сертификации нам отказали, и нам пришлось этот пунктик внести уже в свой документ с гайдлайнами. Также к бумажной работе можно отнести еще и логи. А вот логи давайте рассмотрим немного поподробнее. Дело в том, что получение логов с телевизора — это целый процесс. Потому что если вы не прологируете места, важные в своем приложении, то есть не сообщите телевизору, что в этот момент нужно отослать логи, телевизор вам ничего не пришлет. Это первый момент. Второй момент. Логи нужно где-то хранить, потому что обычными средствами снять логи с телевизора достаточно тяжело. Мы храним логи в виде временных файлов на сервере. Туда могут складываться также логи, например, каких-то проблемных пользователей. В плане человек позвонил и говорит, что вот у меня проблема с плейбэком, что не так? Мы включаем ему логи и смотрим, что же у него происходит. Но это все очень долго, и такие логи нельзя увидеть в прямом, в реальном времени, потому что нужно обязательно куда-то зайти, по каким-то параметрам найти этот лог. В общем, это реально очень долго. Мы стали пользоваться Вайршарком. Вайршарк — хороший инструмент для того, чтобы выяснять трафик, но у него есть как плюсы, так и минусы. Если говорить о плюсах, то в Вайршарке вы можете увидеть логи еще до момента запуска приложения. Как я сказала, если вы не сказали приложению послать логи, оно их не послало. Но если приложение не запустилось, то и логов у вас нет. Соответственно, нужно каким-то образом отследить, куда пошло приложение, почему оно не запустилось. У нас в один прекрасный момент посыпались обращения от пользователей телевизоров Panasonic с сообщением, что они не могут запустить приложение. Просто-напросто белый экран. В логах, естественно, мы ничего не видим. Что делать? Подключаем Вайршарк и выясняем, что в ходе каких-то изменений в прошивке поменялся URL нашего приложения, и оно больше не запускается. Соответственно, пришлось обращаться к Philips и просить их этот URL обратно поменять. Но у Вайршарка есть определенные минусы. Первый минус — он не такой существенный, но неприятный. Через Вайршарк пойдет весь трафик в теле, не только трафик вашего приложения. Никто не отменял фильтрацию, это все можно погуглить, это все не очень сложно, но иногда это бесит. Зато есть очень жирный минус, связанный с использованием Вайршарк. Вы не сможете посмотреть секьюрные запросы. То есть запросы HTTPS от телека вы посмотреть и расшифровать не сможете. Это связано именно с самим устройством телевизора. А наше приложение такими запросами пользуется в случае логина, в случае запроса за контентом, запроса за лицензией. То есть что-то не играет, смотришь Вайршарк, ничего не видишь. Поэтому мы пришли к тому, что мы стали пользоваться Вайнери. Вайнери — это веб-инспектор-ремоут, сам по себе это модуль Node.js. То есть сначала вам нужно установить Node.js, потом с помощью нехитрых манипуляций установить модуль. И запустив у себя на машине хост, можно пользоваться вот таким способом снятия трафика. В Вайнери можно увидеть, как логи в реальном времени во вкладке консоль. Во вкладке нетворк можно найти запросы вместе с ответами от сервера, что очень важно и очень нужно почти всегда. А также есть очень забавная вкладка элемент. Там можно увидеть верстку приложения в данный момент и понять, в каком месте, например, у вас потерялся фокус. У нас фокус перескакивает по элементам, активным элементам в интерфейсе. И в какой-то момент фокус просто стал пропадать. То есть он нигде не отображается, но при этом он не потерялся. И вкладка элемент в этом очень помогла. Она просто помогла обнаружить почему-то задизайбленный элемент, на который фокус все равно вставал. Чтобы пользоваться Вайнери, необходимо каким-то образом его подключить к приложению. У нас есть вот такое решение. Мы называем это лаунчер. Это наш внутренний инструмент для разработки и тестирования. Лаунчер позволяет нам запускать различные версии, выбирать окружение, использовать настройки различные и подключать Вайнери. У нас тестировщики сами собирают свои сборки и сами проверяют, может быть, что-то сломалось вот в этой версии, было хорошо в предыдущей, поэтому у нас есть четыре слота, на которые мы устанавливаем разные сборки. Также мы можем выбирать различные окружения, прот или при прот. Они немножко отличаются, поскольку весь контент, который лежит в продакшене, мы не тянем к себе, чтобы не закружать свои хранилки. Также мы можем тестировать конфиг сервера, не заливая его сразу в прот. Переключение флагов — это обычно включение какой-то фичи для телевизора, 3D, 4K или, может быть, Atmos. Также очень полезно тестирование диплинков. Диплинки от телевизора к телевизору, от системы к системе отличаются, их обработка отличается, поэтому иногда, что работает на одном телеке, может не работать на другом, а для маркетинга это очень важно. И вот здесь у нас есть список наших ноутбуков, и к каждому из них можно подключиться при запуске приложения для того, чтобы посмотреть трафик. Когда я говорю о том, что я занимаюсь тестированием приложения для Smart TV, рассказываю о том, какая куча телеков у нас стоит в офисе, меня спрашивают, есть же эмуляторы, зачем вам столько телеков в офисе. Есть проблема. Эмуляторами мы не пользуемся, я сразу говорю. Дело в том, что, во-первых, в эмуляторах нельзя протестировать плейбэк. Для приложения, которое является поставщиком видеоконтента, это очень важно. К тому же эмуляторы не так хорошо поддерживаются, как хотелось бы, и очень часто в них самих есть какие-то баги, и тестировать собственные баги на чьих-то багах, ну, такое себе. Поэтому мы в один момент просто отказались от тестирования на эмуляторах, ну, и, в общем, как-то с этим живем. Однако, говоря, что мы не пользуемся эмуляторами совсем, я немного лукавлю, потому что мы имеем возможность запустить наше приложение через лаунчер с слота сервера в браузере, в обычном браузере на ноутбуке. Это будет, по сути, тот же самый эмулятор, но уже как бы наш. Опять же, там тоже не работает плейбэк, там нельзя симулировать железо. У телевизоров очень мало памяти, на самом деле. В 2011 году доступная для приложения телевизора память была порядка 200 мегабайт. Сейчас это где-то от 2 до 8 гигабайт, но этого все равно иногда бывает мало, и это существенно меньше, чем на компьютерах. К тому же движки различаются очень сильно у браузера, используемого на компьютере, и у того, который стоит в телевизоре. В телевизоре используются известные всем браузеры типа Оперы, Мозилы. Какие-то современные телевизоры используют браузеры на базе Blink, а в случае, например, с Xbox они используют Edge. Но все эти версии браузеров либо сильно отстают от современных версий, где-то примерно на полгода-год. К тому же они не имеют большого количества фич, которые есть у десктопных браузеров. Это все связано с особенностями разработки операционных систем для телевизоров. Также в эмуляторе нельзя сымитировать такие вещи, которые есть на телевизорах. Например, управление API-скринсейвера подсветки. Также нельзя сымитировать большое количество видеокодеков. И воспроизведение такого контента, как 4K, Dolby Atmos, Dolby Vision — вот это все недоступно в эмуляторе. Все, что я рассказала, касалось ручного тестирования. Как же автоматизация? А штука в том, что автоматизации, тестирования UI-приложения у нас нет. Ответ тут на самом деле просто очень банальный. Мы знаем о том, что существуют различные варианты для тестирования именно прям для Smart TV. Эти вещи разрабатывали для Smart TV и для подобных коробок. Но беда в том, что все эти системы используют эталонное тестирование. Они используют видеозахват. В нашем случае различия юзеров от телевизора к телевизору, когда юзер попадает в определенные теги разных АБ сплитовых тестов, контент будет отличаться. Соответственно, ваши тесты упадут. И если это все поддерживать, у нас просто тупо не останется времени на то, чтобы тестировать собственное приложение. У меня были попытки на то, чтобы выпросить такую коробку купить и попробовать это, скажем так, в свое личное время. Беда в том, что вот такая коробка стоит порядка 500 долларов. И про коробку я имею в виду, что вот эта часть стоит 500 долларов. Эта часть на 8 телевизоров. Коробка имитирует нажатие на пульт. То есть здесь можно подключить 8 телеков. Если они реагируют на один и тот же инфракрасный сигнал, они будут срабатывать одновременно. И это просто будет весьма и весьма неудобно. Есть также еще решение, которое казалось бы более логичным. Если не ошибаюсь, называется Chrome Driver. Но дело в том, что работает он только с операционной системой ВИБОС и только с ее опенсорсной версией, которая очень сильно отличается от той версии, которая устанавливается на самих телевизорах. Выводы. Все не так страшно на самом деле, как может показаться сначала. Когда я только пришла в ОКО, и мне сообщили, что я буду тестировать телеки, я вспомнила на самом деле вот это вот. Было очень страшно. К тому же учиться было не у кого, потому что человек, который занимался телевизорами до меня, ему то ли это не понравилось, не знаю, он, в общем, уволился через 3 или 4 месяца, когда я пришла. В общем, пришлось ему учиться самой, до всего доходить самостоятельно. И оказалось, что это реально не так страшно, и для тестирования приложения для Smart TV не нужны космические знания. Достаточно просто научиться правильно дрессировать весь этот зоопарк. На все. Здравствуйте. Подскажите, вот вы говорили по поводу устройств, что вы не покупаете новые, там ориентируетесь на старые. К примеру, вот появилась технология 4К. В дальнейшем там вот эти всякие технологии со звуком. В какой-то момент времени все равно появляется же необходимость увеличения зоопарка. Каким образом вы решаете этот вопрос команды? Все-таки это затраты не только финансовую, но и на настройку окружения, и прочего внедрения там в тестирование, и в общем все эти сопутствующие кейсы. Спасибо за вопрос. На самом деле мы покупаем новые телевизоры, и у нас недавно появились телевизоры 2019 года. Дело в том, что… Нет, мы просто выбиваем на самом деле бюджет, потому что у нас в принципе все знают, что телевизоры — это, наверное, основное направление в нашей разработке, и телевизоры приносят самую большую прибыль на самом деле. Мы покупаем новые устройства, и покупаем устройства, не только вышедшие прямо сейчас и пару лет назад. То есть это все связывается с тем, что происходит. То есть если вдруг начала какая-то ошибка повторяться на определенной платформе, определенной версии, мы стараемся этот телевизор купить. К сожалению, это не всегда возможно, потому что если с новыми телевизорами все понятно, их можно купить, они все есть в доступе. А со старыми телевизорами все намного сложнее, и порой телевизоры можно найти только на Авито с разбитым экраном на запчасти. Соответственно, такой телевизор, он не подходит. И сейчас мы решаем эту проблему, наверное, каким-то образом будем общаться с пользователями намного больше. Сережа, кинопоиск. Как вы понимаете, у меня будет много вопросов. Но самый основной и самый первый — это сколько… Как часто вы делаете регрессию перед выкатками? То есть какой у вас цикл? И сколько человека часов тратите на один прогон? Так, про регрессию. Регрессия у нас происходит перед каждым выпуском билда в продакшн. У нас нет такого, чтобы выпускать в неделю 50 билдов, в день 10 билдов. Мы к этому никогда не стремились и стремиться не будем. Это слишком трудоемко и затратно и бесполезно. Перед тем, как у нас начинается разработка какой-то новой… Обычно новый билд — это новая фича. Чаще всего. И мы обязательно простраиваем свое участие в дизайне. То есть на этапе дизайна у нас тестировщики уже вмешиваются в разработку и в тестирование. И уже когда все баги закрыты, все задачи закрыты, начинается регресс. Регресс обязательно идет по всем функциям. Ну, просто потому что так принято, мы так привыкли, я так привыкла. Сколько человека часов на это уходит, сказать не могу, но могу точно сказать, что… Человека дней. А, человека дней. Давайте так. Три дня. Три дня, но обычно два из этих дней уходят на то, чтобы вычистить по одному телевизору каждой линейки. И это просто дает уверенность в том, что где-то что-то не отвалится. Три дня на сколько человек? На одного. Можно еще я просто… Некоторый список вопросов, которые действительно животрепещущие. Какие используете метрики для оценки качества видеосмотрения юзерами? Это скорее к нашим аналитикам, наверное. Я на такой вопрос ответить, к сожалению, не смогу. Ладно. Тестируете ли… Ну, понятно, что разные модели телевизоров, весь этот зоопарк, они работают с разными типами видеопотоков, с разными типами DRM-шифрования. Иногда совершенно никак не стыкующимися друг с другом. Тестируете ли DRM-шифрование как-нибудь отдельно, вот используете ли какие-то специальные инструменты для этого и вот что-нибудь по этому поводу? Да, у нас идет тестирование контента, именно зашифрованного, закодированного контента, но этим занимаются не клиентские тестировщики, это разложится на сервер. У нас есть разделение, да, клиентское тестирование и серверное тестирование. Это еще идет на этапе тестирования именно серверного. Все понятно. И, ну, да, на самом деле такой, может быть, смешной вопрос. Вы как-нибудь боретесь с попаданием пультами в соседние телевизоры, если используете фракрасные пульты? Вот вы смогли придумать хоть какое-то решение для этого? На самом деле хороший вариант — это вот есть бумажные полотенца, если их размотать, там есть втулка. Иногда это работает, но не всегда, просто стараемся не сталкиваться с этим. Спасибо. Олег Кузнецов, Доча Банк. Спасибо, во-первых, за доклад, собственно говоря. У меня будут вопросы как пользователя телевизора, потому что я никогда не тестировал. Вот, а вопросы следующие. Первый вопрос. Как вы покупаете телевизор? Это спецпартия с завода или магазин обычный? Второй вопрос. Как часто животные болеют? И следующий вопрос. Какие животные болеют сильнее или вообще умирают? Ну и последний вопрос. Как стать предустановленным ПО в прошивке телевизора? Спасибо. У меня все. Первое было, как закупаем. Просто в магазине. У нас нет никаких таких особенных каких-то связей. Бывает такое, что, например, китайские производители, с которыми мы тоже сотрудничаем, особенно это было очень на подъеме перед чемпионатом в прошлом году, пытались к нам привезти даже свои телевизоры. Но вот не надо. Не надо просто. Животные болеют. Болеют достаточно часто. Причем стали болеть чаще, когда к нам стал приходить маркетинг. Зачем он приходит? Приходит он для того, чтобы сбросить телевизор к заводским настройкам и проверить, на каком месте мы сейчас стоим. Вот как раз в предустановленных приложениях. Это даже не передать словами, как это больно. Потому что они приходят раз в неделю, каждую неделю, и после этого телевизор отказывается подключаться к интернету, отказывается ходить через гейт в лаунчер. Это реально очень больно. Как с этим справляться? Мы пока не придумали, кроме как отправить маркетинговым видео, чтобы они сбрасывали там. Не знаю пока. Как попасть… А, да? Повторите тогда. Какие чаще болеют? Какие чаще? К сожалению, самый, наверное, странный… Наверное, это будет очень странный ответ. Очень часто болеет LG. LG болеют именно проблемами с подключением к интернету, особенно новый, 18-й год. И это на самом деле реально очень странно. Но есть еще такая особенность у телевизоров, что когда они вот прямо очень-очень-очень свежие, очень новые, и они к нам попадают, даже у пользователей еще не появились такие телевизоры, ну просто потому, что это очень дорого, и они еще их не купили. Мы очень часто сталкиваемся с такой вещью, как сарая прошивка. При мне было такое, что наше приложение, которое работает на 2011-м годе, где памяти как бы вообще нет, оно вылетает по памяти на 2019-м годе. И вот сидишь и не знаешь, что с этим делать. На самом деле решается очень просто. Мы связываемся с вендорами, сообщаем им о проблеме, и ждем просто новую прошивку. И вот это называется сырая прошивка. И про предустановленные теперь, да? Вот про то, что мы платим и сколько мы платим, я не знаю. Это маркетинг. Но я знаю, что есть производители, которые приходят к нам сами и говорят, что, ребят, мы очень хотим, чтобы ваше приложение было на нашем телевизоре. Мы хотим показывать ваше приложение в нашем шоуруме. И что, как бы, давайте как-то договоримся. Вы там потестируете, чтобы оно работало, и мы вас повесим на страничку. Как вот на остальные попадает? Это правда к маркетингу. Это для меня тайна. Так, все, да, ответили на все вопросы. У нас остался последний вопрос. И дальше мы выбираем самый интересный вопрос, который получат футболку. Спасибо за доклад. Димакин Андрей, компания Ядро. Вопросов парочка. Услышал знакомое слово Верешарк. Как-то вы не очень справедливы о нем. Расшифровывать социальный трафик и можно. Даже об этом статья на Хабре была. Есть еще утилита TCP-дамп, наверное, в командной строке. Тоже, наверное, знаете. Тоже много чего можно. Пробовали? Да, пробовали. Есть проблема по поводу расшифровки с Верешарком. Это касается не просто HTTPS запросов. Это касается запросов на телевизоре. Потому что там особый способ шифрования. И достать ключ из телевизора, это… Если это, тогда да, это проблема. Это нереально сложно просто. Вот я вот к этому это сказала, да, я не объяснила почему. Второй вопрос. По поводу пультов. Очень многие смартфоны выпускаются сейчас специально с инфракрасным портом. И можно просто эмулировать пульты. И даже приложение есть, которое эмулирует сотню разных устройств. Да, но нужно же все это с чем-то сравнивать. Или это к чему? К тому, что… Ну, ящик за 500 баксов можно сделать самому. А, можно, да. За 100. Можно. Но все равно нужно сидеть и наблюдать за тем, как отрабатываются тесты. Потому что сравнить не с чем. Ну, в нашем случае мы просто не можем себе пока что позволить эталонное тестирование применять. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня кроме футболки есть еще подарок от нашей компании за вопрос. Я хотела бы рюкзачок отдать про животных, кто спрашивал. Да, а футболку кинопоиску. АПЛОДИСМЕНТЫ ….. …..